МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фермеры с южных районов страны обратились к президенту Майя Санду. Аграрии Искагулы, Кантемиры и Вулканежского района Гагаузии сообщают о кризисной ситуации из-за засухи, которая продолжается третий год подряд. Они просят правительства и президента ввести чрезвычайное положение в сельском хозяйстве. По данным фермеров, пострадало более 52 тысяч гектаров, а ущерб оценивается примерно в 700 миллионов леев. Катастрофическая ситуация в южных регионах Молдовы практически парализовала деятельность микро-, малых и средних предприятий. Высокая стоимость сырья, энергоресурсов, высокие ставки по кредитам и ограниченный доступ к рынкам сбыта довели фермеров до грани панкротства. Говорится в открытом письме фермеров, направленном в адрес Майя Санду. Аграрии южных регионов республики просят помочь в решении проблемы с кредитами, а также настаивают на встрече с президентом и председателем парламента 10-дневный срок с целью разработки и внедрения плана действий для защиты сельхозсектора. В противном случае они намерены выйти на протест. Представитель ассоциации форса фермерии Релор Александр Бадырел заявил для Пятого канала, что учитывая ситуацию, в которой оказались аграрии с юга Молдовы, если они не получат помощи и адекватного ответа от главы государства и профильных ведомств, ассоциация готова поддержать их в протестных акциях. Да, у нас на уровне ассоциации ведут эти разговоры, но в ближайшее время, то есть я думаю, что на этой неделе у нас будет решение общее к этому вопросу, потому что единственная мера, которая сейчас в общем порядке должна быть принята правительством, это приостановление вот этих масурди-экзекутарей, то есть становление штрафных санкций и изъятие уже имущества, которые оставаются у этих фермеров. Бывший исполнительный директор ассоциации форса фермерии Релор Александр Слуцарь заявил, что если власти не вмешаются, то количество аграриев-банкротов будет катастрофическим. За все это время правительство, к сожалению, не отреагировало адекватно на ситуацию и не сделало выводы, не сделало другой стратегии, не стабилизировало ситуацию. Все эти три года, в общем-то, фермеры вынуждены были своими силами рейшелонировать задолженности, фактически не получали помощь. Ситуация такая, что я не вижу, например, как фермеры на юге смогут как-то рейшелонировать свои долги. Насколько я знаю, уже пошли процессы принудительных исполнений, секестров. Это сейчас еще даже не осень. Поэтому ситуация тяжелейшая. Если государство не вмешается, то пострадают в первую очередь малые и средние фермеры. Сотни, а то и тысячи. Александр Слуцарь дополнил, что помощь должна быть срочной и комплексной, и что для стабилизации ситуации для пострадавших фермеров необходимо введение ЧП в сельском хозяйстве, а также введение моратория на выплату долгов хотя бы в течение года. И что в случае необходимости нужно обратиться к внешним партнерам за финансовой помощью, а затем приступить к выработке новой стратегии для развития сельского хозяйства в условиях изменившейся климатической ситуации. Мы обратились в администрацию президента за комментариями по поводу требований фермеров, однако на момент подготовки материала нам не ответили на наш запрос. Напомним, что в ходе предвыборной кампании в 2020 году Майя Санду выражала обеспокоенность ситуации в сельском хозяйстве и положение фермеров, пострадавших от засухи. Она обращалась к действующему тогда премьер-министру Иону Кику и к парламенту с требованием принять срочные меры. Точно такие же, как сейчас, аграрии просят у самой Майя Санду. Мы требуем выделить не менее 1 миллиарда леев на помощь аграрному сектору. А если у правительства нет денег, то оно должно занять у внешних доноров. Напомним, в конце июля текущего года парламент создал специальную комиссию, которая должна была определять необходимые меры по разрешению кризиса в аграрном секторе, однако до сих пор никаких действий так и не было предпринято. В прошлом году, после встречи главы государства с фермерами, после протестных акций в столице, президентура опубликовала заявление, в котором говорилось, что конкретные проблемы должны решаться в сотрудничестве с профильным министерством. Аграрию призвали к переговорам с представителями Кабмина. В документе также говорилось, что за последний год сельское хозяйство получило субсидии на 1 миллиард 900 миллионов леев. Депутаты от ПДС Уазу Нантоя могут вызвать в полицию в связи с его оскорбительными высказываниями в адрес танцоров ансамбля ЖОК. Об этом говорится в решении Совета по вопросам равенства в ответ на обращение депутата Блока коммунистов и социалистов Аделы Рейляну, которая пожаловалась на высказывания Уазу Нантоя во время его выступления с трибуны парламента. Вот в Москве на пресловутом съезде лихо отплясывали красивые молдавские девушки. Небесплатно, как я полагаю. Что ж, в условиях русского мира, в Молдове, у красивых молдавских девушек будет блестящая перспектива. За рубли обслуживать в борделях русских воинов-освободителей. И для этого не надо учиться в европейских университетах. В своих выводах Совет установил, что предполагаемые факты можно рассматривать как подстрекательство к дискриминации на почве предубеждений, поскольку они способствуют формированию пренебрежительного отношения к молдавским женщинам, ассоциируя их с проституцией, говорится в решении Совета по вопросам равенства. Кроме того, Совет направил жалобу в инспекторат полиции столичного сектора Буиканы для рассмотрения этого дела в пределах их полномочий. Пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати подтвердила Пятому каналу, что в инспекторат поступил такой запрос. Дело зарегистрировано, полиция проводит расследование и устанавливает обстоятельства. Напомним, оскорбительные заявления депутата от ПДС УАЗу Нантоя прозвучали после того, как несколько танцоров ансамбля ЖОК приняли участие в международном мероприятии в Санкт-Петербурге, где также присутствовали представители Блока Победа. Заявления Нантоя осудили многие политики, а некоторые из них призвали применить к парламентарию санкции. Всего через четыре дня после инцидента под давлением социалистов вице-спикер депутат от ПДС Дойна Герман заявила, что платформа женщин-депутатов потребует от УАЗу Нантоя извинений за сказанное им. Ансамбль ЖОК также направил депутату запрос, в котором весь коллектив потребовал от парламентария публичных извинений. Никакой реакции от УАЗу Нантоя пока не последовало. Марине Таубер нельзя покидать страну в течение ближайших 60 дней. Запрет наложили после того, как СМИ неверно истолковали заявление политика. Телеграм-индекс добавил к моей цитате свои какие-то мысли, домыслы, фантазии и написал, цитирую, «Ундепутат парасешты цара пеопируада недетерминат». Если помните, также после того, как я увидела, что некоторая пресса, а именно провластная пресса и провластные блогеры, начали тиражировать вот такие вот спекуляции, я вышла с еще одним постом и объяснила, что никуда я не собираюсь уезжать, покидать страну, в смысле этого слова, что я продолжу бороться за то, за что мы все вместе начали бороться. По словам Марины Таубер, как прокуроры, так и судья не проанализировали ее исходный пост, а руководствовались субъективными интерпретациями в онлайн и медиа-среде. Ну, ничего неожиданного на самом-то деле не произошло. Я уже сегодня с утра была готова, что эту меру применят. Всегда остается, как у нормального, порядочного человека, надежда на то, что если прокурор нарушает закон безбожно, то хотя бы судья подумает о последствиях. Но в данной ситуации этого не произошло. И судья решила сыграть ту же игру, что играют компетентные органы по указке Майи Санду. Марина Таубер заявила, что обжалует решение первой инстанции в апелляционной палате. Напомним, что в 2021 году после процесса длившегося 48 часов и продолжавшегося до поздней ночи кандидату от партии Шор Марине Таубер запретили участвовать во втором туре выборов. При том, что примерно 48% пришедших к урнам в первом туре избирателей проголосовали за нее. Таубер заявляла о нарушении ее права на справедливое судебное разбирательство, защиту и право голосовать и быть избранной. Марина Таубер и ее адвокаты квалифицировали дело как политическое и помимо абсурдности обвинений сообщают об отсутствии достаточных доказательств и о поспешности при рассмотрении этого дела. Адвокаты политика подали жалобу в Европейский суд по правам человека. Независимая некоммерческая организация «Сток Медиабан», отстаивающая свободу прессы и борющаяся с репрессиями против СМИ, подчеркивает, что власти Молдовы продолжают агрессивное преследование средств массовой информации в преддверии президентских выборов, что ставит под угрозу основы демократического общества. Об этом говорится в заявлении распространенном организации после того, как 9 августа Совет по продвижению инвестиционных проектов национального значения отозвал лицензии у двух телеканалов, обвинив их бывшего учредителя в причастности к четырём уголовным делам. Президент «Сток Медиабан» Людмила Бельченкова уверена, что давление на СМИ является целенаправленной попыткой власти подавить критические и независимые голоса перед президентскими выборами. «Эта политика репрессии направлена на уничтожение площадок для общественного обсуждения и свободы слова, что является нарушением основных демократических принципов», заявила Людмила Бельченкова. Действия правительства не просто противоречат демократическим ценностям Европейского Союза. Они представляют собой явное подавление свободы слова, формируя культуру молчания и страха. Закрытие СМИ началось ещё во время чрезвычайного положения в 2022 году. Хотя чрезвычайное положение отменили, закрытые телеканалы до сих пор не возобновили свою работу. И теперь комиссия по инвестициям продолжает закрывать оставшихся вещателей. Это целенаправленная кампания, чтобы заглушить все альтернативные мнения перед выборами. Например, Мега-ТВ имела крупнейшую аудиторию в стране, и теперь частные и независимые СМИ практически исчезли. В Молдове не осталось свободной прессы, а с ней и самой свободы слова. Европейскому Союзу необходимо действовать решительно и проверить, что на самом деле происходит в стране, а не ограничиваться поверхностными отчётами, говорится в заявлении организации. Также в своём заявлении СтопМедиабан сообщает, что обращается к членам Европейского парламента с призывом принять меры для защиты свободы прессы в Молдове и потребовать внедрения европейского закона о свободе СМИ и МФА. В этой же связи организация предлагает всем неравнодушным к свободе слова подписать соответствующую петицию. Сделать это можно на официальном сайте stopmediaban.org. По данным Международной организации «Репортеры без границ», Молдова опустилась на три позиции в Мировом индексе свободы прессы с 28 на 31 место, что подчёркивает ухудшение ситуации со свободой слова в стране. В совете по телерадиовещанию отказались комментировать отзыв лицензии на вещание у телеканала Мега-ТВ. В ответе пятому каналу глава СТР Лилиана Витсу сообщила, что регулирующий орган не будет комментировать решение другого учреждения. Однако отмена разрешительных документов была произведена по причинам, выходящим за рамки правового поля, связанного с аудиовизуалом, и не относится к сфере компетенции Совета по телерадиовещанию. Говорится в ответе СТР. Мы спросили, будет ли у Совета по телерадиовещанию официальная позиция по поводу закрытия телеканала Мега-ТВ, и будет ли он просить разъяснений у Совета по продвижению инвестиционных проектов. Мы также хотели узнать, будет ли СТР бороться за защиту журналистов, как это предусмотрено Кодексом аудиовизуальных услуг, но ответа на эти вопросы мы так и не получили. Напомним, что в одной из основных обязанностей Совета по телевидению и радио является обеспечение доступа к аудиовизуальным медиауслугам. СТР – гарант соблюдения Кодекса аудиовизуальных медиауслуг. СТР должен обеспечивать всем людям право на получение корректной и объективной информации, и должен способствовать свободному формированию мнений, гарантировать право на редакционную независимость и свободу выражения мнения, обеспечивать независимость регулирующего органа в сфере аудиовизуала, обеспечивать независимость органов надзора за деятельностью поставщиков услуг государственных СМИ, поддерживать и развивать аудиовизуальный плюрализм, обеспечивать защиту и развитие национального аудиовизуального пространства. Отметим, что Совет по продвижению инвестиционных проектов национального значения отозвал лицензию телеканала Мега-ТВ. На заседании в среду 7 августа Совет принял решение отозвать разрешительные документы на теле и аудиовизуальные услуги. В документе говорится, что деятельность и транзакции Real Radio SRL, владеющие телекомпаниями Мега-ТВ и Фамилия, свидетельствуют о принадлежности группе Плохотнюка Шора. Решение подверглось критике со стороны редакции телеканала, журналистов, политиков, а также экспертов, которые квалифицировали это как злоупотребление и вмешательство в свободу выражения мнений. Молдова переживает демографический кризис. Только за прошлый год, по данным статистики, численность населения снизилась на 70 тысяч человек. Коэффициент старения растет, а молодежи становится все меньше. Об этом рассказали на пресс-конференции депутаты Блока Победа. По словам парламентария Марины Таубер, обещания ПДС об улучшении демографической ситуации в стране остались лишь обещаниями. Депутаты Блока Победа разработали законопроект, направленный на оказание помощи нашим согражданам, которые возвращаются домой. Документ предполагает, что в первый год должна предоставляться дополнительная плата в размере 50% от зарплаты, а во второй — 30%. Этот и другой подобные проекты уже успешно внедрены в Аргееве, где программа запущена с 2015 года. Благодаря этому проекту многие жители Аргеева вернулись домой. Проект поможет вернуть домой тысячи граждан Республики Молдова, трудоспособных и квалифицированных специалистов. Но ПДС в этом не заинтересован, потому что они не хотят развития страны. Они отклонили нашу инициативу, но мы продолжим бороться за этот проект в ходе осенней сессии парламента. Депутат парламентской группы Победы Ирина Лазован говорит, что идет активный отток населения на фоне наращивания военного потенциала, вопреки нейтральному статусу Молдовы. По ее словам, сейчас в стране проживает менее 2,5 миллионов человек, и более 25% из них – это люди старше 60 лет. Депутат напомнила об ужасающей ситуации в селах. Более 30% детей в Молдове растут в условиях абсолютной бедности, и потому необходимо принять срочные меры по поддержке семьи. В числе первых инициатив депутатов Блока Победа в эту осеннюю сессию будет, конечно же, выплата от государства всем детям ежемесячной надбавки по 500 евро. Именно всем хочу заметить – детям, а не только детям, дипломатов, так, как предполагает это ПАЗ. Семьи с детьми должны чувствовать себя защищенными в нашей стране. Тогда на родину захотят вернуться наши соотечественники. Депутаты Блока Победа направили действующему правительству ряд вопросов, которые хотели бы задать представителям правящей власти и многие граждане страны. Каковы были действия правительства, чтобы улучшить демографическую ситуацию в стране? Какие инициативы были внедрены правительством для того, чтобы наши сограждане вернулись домой? Что сделало правительство, чтобы предотвратить депопуляцию населенных пунктов страны? Что было сделано, чтобы сохранить образовательные учреждения? Сколько граждан Республики Молдова окончательно вернулись в страну после 2021 года? И сколько покинули Молдову? Что сделало правительство, чтобы увеличить рождаемость в Молдове? И каковы были результаты? Парламентарии просят объяснить, в чем причина, по которой правительство блокирует социальные инициативы По поддержке наших граждан и отказывается увеличивать пособия для детей Зарплаты молодым специалистам в условиях, когда на вооружение и другие административные расходы Выделяются сотни тысяч леев Депутаты блока Победа направили запрос в письменном виде в адрес правительства Они требуют от членов кабинета министров срочно дать ответы на эти и другие важные для всех граждан вопросы Глава Национального банка Молдовы Анка Драгу представила обновленный прогноз инфляции По сравнению с предыдущим прогнозом, Национальный банк повысил на следующий год размер инфляции на 0,7% пункта Но при этом понизил на этот год на 0,3% пункта На изменения прогноза повлияли данные о засухе в текущем году, а также возможное повышение цен на энергоресурсы По прогнозам Национального банка, средняя инфляция в этом году составит 4,7%, а в следующем 5,3% Самый высокий уровень инфляции будет в первом квартале 2025 года 6,4%, а самый низкий во втором квартале 2026 года Однако, как уточнила президент Национального банка, на базовый прогноз Национального банка Молдовы могут повлиять различные внутренние и внешние факторы Инфляционные риски, геополитическая или торговая напряженность Эскалация конфликта на Ближнем Востоке, которая может привести к росту ценной энергоресурсы Рост издержек мировой торговли, увеличение расходов на дистрибуцию Уязвимость цен на отечественные фрукты и овощи из-за метеорологических условий в последующий период По данным Национального бюро статистики, в июле этого года инфляция составила 4,8% Отметим, это самый высокий показатель годовой инфляции с начала года До этого наибольший рост цен был в январе 4,6% Однако это входит в норму установленного Национальным банком коридора инфляции 5% По словам Анки Драгу, совокупный спрос продолжает оказывать дезинфляционное влияние на годовой уровень инфляции Однако этот факт будет смягчен некоторыми корректировками тарифов Такими как повышение тарифов на медицинские услуги, которая вступила в силу в июле текущего года Также по словам Анки Драгу, неопределенность могут вызвать и такие факторы Как геополитическая конфигурация после выборов 2024 года в целом ряде стран Неясность относительно момента и размера повышения тарифов Размеры качества урожая 2024-2025 годов Размер внешнего финансирования бюджетного дефицита в 2025 и 2026 годах Все молдаване могут себе позволить делать заготовки на зиму Это связано с резким ростом цен на овощи и фрукты, сахар и другие необходимые ингредиенты Что в сочетании с высокими затратами на электроэнергию отбивает у людей охоту продолжать традицию домашнего консервирования Так, например, 72-летний Василий в этом году останется без соленых огурцов и помидоров Он говорит, что на свою пенсию не сможет позволить себе купить все необходимое для закруток Огурцы я в этом году не засаливал, помидоры тоже пока нет Я не могу мариновать помидоры, потому что они очень дорогие, да и качество с этой засухой В этом году останетесь без солений? Да, без В прошлом году цены были немного ниже, и мы могли позволить себе немного больше А сейчас подорожало и мясо, сало, овощи, фрукты, абсолютно все Пенсионер рассказал, что если ему очень захочется чего-нибудь зимой, то он купит в магазине 2-3 соленых огурца или помидора Хотя понимает, что и тогда цены будут высокими Это все обходится дорого, потому что, во-первых, это в принципе очень дорого А нужно еще и здоровье иметь, чтобы все это дотащить, засолить, и оно того не стоит Уж лучше пойти и купить килограмм соленых помидоров за 35-40 леев Или соленых огурцов тоже за 35-40 леев Или купить соленые или маринованные в магазине, и это удобнее Пенсионер смог заготовить лишь несколько банок с вареньем Опять же из-за высоких цен на ягоды и фрукты Мужчина вспоминает, что в другие годы он мог позволить себе заполнить погреб множеством банок с закрутками Я купил малину и сделал около 6 банок, а потом сделал и смородину, тоже 6 банок И как вам цена на малину в этом году? Очень дорого, я покупал ее за 70 леев, а черную смородину за 55 леев В прошлом году вы могли позволить себе сделать больше банок с вареньем? Да, больше, потому что было немного дешевле Другой пенсионер, 69-летний Сергей, рассказал нам, что зимой ест не особо много консервов Но при этом он также пожаловался на высокие цены С возрастом человек потребляет меньше, ему уже не нужно столько А рост цен влияет на количество? Да, конечно, я только что видел, что огурцы стоят 60 леев за килограмм, а для Молдовы это очень дорого Я из тех времен, когда помидоры стоили 10 банов, но сейчас при такой разнице это сложно На высокие цены и мизерные пенсии пожаловались нам и другие жители Кишинева Цены? Цены европейские, а пенсии мизерные Все дорого для нас, пенсионеров Мы вот ходим, пенсионеры, которые получают пенсию копейки Вот ходим, как идиоты, и крутимся по этому базару, чтобы что-то купить подешевле Мы считаемся европейцами, да? Самое хуже мы живем в Молдавии, пенсионеры Вот так Даже на Украине у меня есть родственники, война идет, у них дешевле, чем у нас Ну и ушло Нелегко сейчас, очень нелегко Как вы считаете, с вашей пенсией вы можете позволить себе купить все, что нужно? Не все, а только самое необходимое Что можно сделать с двумя тысячами леями? Только коммунальное оплатить На Кишиневском центральном рынке килограмм гагашаров можно купить в среднем за 23 лея Огурцы по 40-60 леев за килограмм, помидоры примерно по 20 леев за килограмм Цена на персики и яблоки также начинается от 20 леев за килограмм, а пучок укропа продают за 10 леев Башкан Евгения Гуцул считает, что через блокировку сайтов российского промсвязь банка С помощью которого пенсионеры и бюджетники из Гагаусии получают ежемесячные надбавки в размере 2000 леев Кишинев пытается подорвать социальный проект в автономии других регионах страны Действия Кишинева лишний раз доказывают, что у президента Майи Санду и партии власти нет никаких принципов Их цель – не вывести из нищеты самые социально незащищенные группы населения Если бы это было так, они бы занялись повышением пенсий, а не их индексации И не пытались задушить социальный проект, который реализуется с помощью нашего мецената в Гагаузии, Тараклии и Аргеевском районе Благодаря этому проекту мы направили внешнюю помощь для выплат дополнительных 2000 леев 30 тысячам пенсионеров и бюджетников автономии Деньги не делились между посредниками, не падали в карманы министров, экспертов и аудиторов Это пример ответственной социальной политики, которую членам правящей партии можно и нужно брать на вооружение, а не пытаться разрушить построенное Заявила для РИА Новости Евгения Гуцул Башкан добавила, что руководство автономии продолжит бороться за реализацию социального проекта Я и моя команда сделаем все возможное, чтобы жители Гагаузии продолжали получать выплаты Мы защитим право людей на достойную жизнь, подчеркнула Евгения Гуцул На прошлой неделе Башкан написала в своем телеграм-канале, что центральные власти через офис государственной канцелярии в Камрате пытаются через суд отменить соглашение между гагаузскими властями и российским промсвязьбанком Она расценила иск госканцелярии как очередную попытку молдавских властей заблокировать работу исполнительного комитета и народного собрания и прямое вмешательство в работу гагаузских властей О блокировке сайтов российского промсвязьбанка официально стало известно 9 августа Один из крупнейших интернет-провайдеров республики сообщил, что получил от службы информации безопасности уведомление о блокировке сайта российского промсвязьбанка На сайте СИБА информации на эту тему нет 12 августа 5 канал обратился за разъяснениями к пресс-секретарю службы информации безопасности Даниэле Мензад, которая предложила нам направить письменный запрос Ко времени подготовки этого сюжета к эфиру ответ мы так и не получили Отметим, что с апреля этого года в Гагаузии, Тараклии и Аргеевском районе действует программа выплаты надбавок для пенсионеров и бюджетников в размере 2000 леев Число получателей росло, помощь оказывалась регулярна Проект должен был стартовать еще в октябре прошлого года, но из-за того, что центральные власти Кишинева заблокировали счет, на котором уже были средства Начать выплаты удалось только в этом году Выплата ежемесячных надбавок к пенсиям – одно из предвыборных обещаний Башкана Евгении Гуцулы, команда Илона Шора в рамках целого ряда социальных программ, которые финансируются из внебюджетных средств при поддержке меценатов Блок «Победа» оспорил в столичной апелляционной палате решение Центра избиркома об отказе в регистрации для участия в президентских выборах и референдуме Перед началом заседания у здания судебной инстанции прошел митинг в поддержку политформирования Манифестанты пришли с плакатами, на которых было написано «Верните справедливость в Молдову» и «Справедливость для всех, а не для избранных» Члены Блока «Победа» призвали власти прекратить давление на оппозицию и заняться реальными проблемами в стране Только в прошлом году из Республики Молдова в разные страны уехало более 70 тысяч молодых людей Наша страна занимает первое место по депопуляции Мы понимаем, что политика преступной группировки ПДС разрушает Республику Молдова, разрушает будущее этой страны Поэтому нас не хотят регистрировать Вместо того, чтобы открывать игровые площадки, открывать летние лагеря для детей и молодежи Мы видим, что Майсанду только борется с политическими партиями, которые мешают ей разрушить страну Сегодня правящая партия ПАС во главе с президентом Республики Майсанду Беззаконно пытается лишить нас права голосовать так, как мы того желаем Лишить права нашим сторонникам голосовать за нашу политическую силу Год назад точно такое же беззаконие творилось на выборах местных органов публичного самоуправления Я тоже был кандидатом в примары Я тоже работал с людьми И тоже надеялся на то, что мне предоставят право быть избранным Но за сутки до дня выборов партию Шанс, от которой я баллотировался, незаконно сняли с предвыборной гонки Да, мы знаем, что Конституция Республики Молдова попрана, нарушается каждый день Но мы не сдаемся, мы продолжаем борьбу Во время заседания в столичной апелляционной палате судьи отказались включить в процесс в качестве третьего лица исполнительного секретаря блока Победа Марину Таубер Адвокат политформирования Вадим Бонару намерен обжаловать это решение в высшей судебной палате В результате заседание апелляционной палаты перенесли на 15 августа Мы требуем справедливости здесь, в суде, поскольку решение ЦИК абсолютно необоснованно не содержит юридических аргументов Это еще один политический заказ Майсанду и ПДС И сегодня мы пришли высказаться по этому поводу Кроме того, в обращении мы попросили, чтобы меня включили в процесс в качестве третьего лица Поскольку коллеги из блока Победы избрали меня в качестве исполнительного секретаря А мое имя многократно упоминается в решении Центризбиркома У меня есть право, и я должна иметь возможность изложить свое видение, объяснить свою позицию Напомним, Центризбирком отказался регистрировать блок Победы в качестве конкурента на конституционном референдуме и президентских выборах Это объяснили тем, что название блока идентично названию партии Виктория Победа Юрист политического блока Победы Адриан Кажакару назвал решение ЦИК незаконным и сообщил о намерении обжаловать его в суде Партии, входящие в блок Победы, призывают граждан прийти на референдум и проголосовать против внесения изменений в Конституцию с целью вступления в Европейский Союз Референдум об изменении Конституции и президентские выборы пройдут в один день, 20 октября Оппозиции и ряд экспертов резко раскритиковали решение провести два избирательных процесса одновременно Майя Санду мотивировала эту идею тем, что президентские выборы обеспечат большее количество участников левицита Гражданский активист Тудор Шуэлица провел эксперимент, показав, как зарегистрироваться для участия в голосовании по почте на специально запущенном Центризбиркомом для этого официальном сайте, используя недостоверные данные Шуэлица заявил, что намеренно их ввел и в итоге получил от Центральной избирательной комиссии подтверждение об успешной регистрации Я использовал VPN, где отметил свою геолокацию, указав, что нахожусь в Швеции После этого ввел адрес, взятый из Google Отметил, что хочу голосовать по почте Ввел свой адрес, почтовый индекс и случайный номер телефона После этого мне на электронную почту пришло подтверждение, что я зарегистрировался и теперь мне нужно пройти следующий этап идентификации по паспорту, фотографии паспорта После этого я немного притормозил, сделал снимок и загрузил его на платформу Центральной избирательной комиссии Это было 6 августа, я был в стране, никуда не уезжал Мне пришло подтверждение о регистрации Шаэлицы Тудора Васильевича Выкладываю фотографию Это эксперимент, который оказался удачным и доказал, что нынешняя регистрация никак не защищена Что можно голосовать по почте, даже находясь в Молдове При этом система покажет, что голосовал я в Швеции Тудор Шаэлица заявил, что это наглядно демонстрирует возможность фальсификации результатов выборов И правящая партия и Центр избирком могут якобы воспользоваться этим методом Поэтому, по его мнению, голосование по почте должно быть отменено Так это или нет, но по словам вице-председателя Центральной избирательной комиссии Павла Постика Все заявки для голосования по почте, зарегистрированные на специальной платформе, будут проверены ЦИКом По его словам, у Центра избиркома для проверки их достоверности есть больше месяца Пока не было принято никакого решения о проверке какой-либо заявки на предварительную регистрацию Для голосования по почте Тот факт, что кто-то просто подал заявление, пытаясь проверить систему, не означает, что система не работает Все, что он пытался сделать, не более чем неудачный эксперимент На прошлой неделе Центр избирком утвердил инструкцию по дистанционной идентификации избирателей Обратившихся для осуществления регистрации по почте с использованием цифровых средств По данным комиссии, на сегодняшний день для голосования по почте зарегистрировались лишь 383 гражданина Республики Молдова, проживающих за рубежом Всего для проведения голосования по почте на выборах 20 октября было выделено 19 миллионов леев Регистрационная платформа inregistrary.check.md была запущена 28 мая Желающие проголосовать по почте избирателя могут зарегистрироваться на ней до 8 сентября По словам председателя Центра избиркома Анжелики Караман, решение о количестве избирательных участков, которые будут открыты за рубежом, будет принято не позднее, чем за 35 дней до выборов Президентские выборы и референдум, которые состоятся 20 октября, обойдутся госбюджету в 306 миллионов леев Временный поверенный в делах Республики Молдова в России Александр Кетрару был вызван в Министерство иностранных дел Российской Федерации, где ему была выражена озабоченность в связи с появившейся в прессе информацией о том, что самолеты F-16, передаваемые Западом Украине, будут базироваться на аэродромах в Молдове и осуществлять с них вылеты Также были затронуты вопросы милитаризации Республики Молдова и проведения совместных учений с НАТО, что, как отмечается, противоречит нейтральному статусу страны В российском МИДе призвали Молдову оставаться нейтральной и не предпринимать шагов, которые могут усугубить украинский кризис и повлиять на ситуацию в Приднестровье В свою очередь, в Министерстве иностранных дел Республики Молдова заявили, что информация о размещении самолетов F-16 на территории страны не соответствует действительности Республики Молдова Пятый канал попросил Минобороны подтвердить эту информацию и сообщить подробности Сколько бронетранспортеров будет закуплено, какие модели, боевые или учебные, сколько стоят сроки проведения тендера, по чьей инициативе, о каком военном оборудовании идет речь и зачем нашей стране эта техника До момента подготовки этого сюжета к эфиру ответ мы так и не получили Эстонская пресса сообщила, что Центр оборонных инвестиций в Таллине также закупит оружие нелетального действия для вооруженных сил Молдовы на деньги Европейского фонда мира на сумму около 40 миллионов евро в год И что Евросоюз приобретет систему пассивных радиолокаторов для нашей страны В последнее время Молдова получила или закупила вооружение, беспилотники, БТР и различную дополнительную технику для армии у НАТО, Европейского союза, а именно у Франции, Германии, Румынии, Польши на примерную сумму 166 миллионов евро С начала 2024 года участились военные подготовки резервистов национальной армии Депутаты правящей ПДС приняли в первом чтении поправку к соглашению между правительствами Молдовы и Румынии о военном сотрудничестве Документ предусматривает совместную подготовку и участие военных обеих стран в различных миссиях и операциях под эгидой ООН, ОБСЕ, НАТО или Евросоюза Тем временем в столичном пригороде Бачой полным ходом идет строительство новой воинской части Отметим, что бюджет Минобороны на 2024 год составляет около 2 миллиардов леев, то есть примерно 0,6% от ВВП Что на 262 миллиона больше, чем в прошлом году При этом средства на систему образования в этом году сократились на 524 миллиона по сравнению с 2023 А к 2030 году осигнования на оборону достигнут 1% от ВВП, согласно новой оборонной стратегии, утвержденной правительством Маленькая Саламия, которая сейчас только 11 лет, живет в Гагаузии, ходит в школу и мечтает о совсем не детской профессии Девочка хочет быть врачом, а именно нейрохирургом Такой выбор она сделала не случайно Саламия болеет одной из самых редких болезней в мире – Моя-Моя Историю девочки рассказали журналисты канала Мега-ТВ Потому что хочу вылечить других детей, которые болеют Саламия – второй человек из Молдовы, у которого обнаружили этот недуг В основном он встречается в странах Средней Азии Болезнь парализует ноги Человек падает и теряет сознание Точный диагноз Саламии смогли поставить только спустя 6 лет безуспешного лечения У меня сначала начинает кружиться голова И я, если успеваю за что-то удержаться, я не падаю И просто за умом успокаиваю, чтобы они взяли меня и отнесли куда-то Эти приступы симулировать невозможно Она падает, и ты пытаешься ребенка поднять У нее ноги вот так вот, как будто они, ну, ватные Она не может на них наступать Потом проходит пару минут, ребенок встает и идет Пить препарат 5 лет, и ты встаешь, и твой ребенок падает И ребенок после этого говорит, мама, ну я же не больная Саламия ходит в обычную школу, но со временем делать это становится все сложнее Рядом с учебным заведением постоянно дежурит отец, чтобы в случае приступа быть рядом с любимой дочкой Для первого раза это все было непонятно Не воспринималось все всерьез Потому что врачи предполагают, что только предполагают, что это генетически Но у нас в роду таких заболеваний не было Как родители, конечно же, каждый хочет, чтобы его ребенок был счастливее, здоровее всех Девочка принимает препараты строго по минутам К своему возрасту она сделала бесчисленное количество томографий И даже пережила один инсульт Сегодня мама девочки молится о том, чтобы ее любимая дочурка смогла дожить до операции Эта болезнь имеет семь степеней У ребенка правая сторона уже третья степень, левая сторона четвертая степень Те, которые достигают до шестой степени, их парализуют в лучшем случае А в худшем они убирают сразу Где вы были шесть лет? Я прошу каждую маму, у кого там не держат руки, ноги Идите сразу, делайте компьютерную томографию головного мозга, чтобы знать Что с ребенком на так ждать шесть лет и потом не знать, соберешь ты эти деньги или не соберешь Пооперируешь ты ребенка или не прооперируешь Соломея одна из девяти детей в семье церковного служителя Георгия Потоска из Чадерлунги И вот на днях пришло подтверждение, что еще у одного ребенка, младшей сестры Соломей Тоже обнаружили эту редкую болезнь Вторая девочка, Ира, да, мы вчера получили документы У нее такое же заболевание, Моя-Моя Мы связывались с клиникой вчера, они сказали, что это невозможно Что в одной семье были двое детей с таким вот заболеванием Потому что такое заболевание встречается на 2 миллиона один человек Сегодня сестрам Потоска требуются три операции Две для старшей сестры и одна для младшей Единственная клиника в Европе, где лечат такую редкую болезнь, находится в Швейцарии Одна операция там стоит 4 миллиона леев Если удастся собрать деньги, девочкам заменят нерабочие сосуды головного мозга Только вот в Швейцарии, которая берется и детей лечит Это единственное, вот мы искали везде И Турция, Турция вообще не делает, Румыния не делает Америка тоже детям делает, только вот в Швейцарии Мы открыли сбор 11 июля С 11 июля Ну не соврать, где-то 5 тысяч долларов мы собрали Семья уже начала сбор средств Но до ноября необходимо собрать сумму на первую операцию Мы обращаемся за помощью ко всем неравнодушным Ваша поддержка может спасти жизнь двух замечательных девочек и помочь им реализовать свои мечты Пожертвования можно сделать по следующим реквизитам Пятый канал поддерживает призыв о помощи, запущенный в рамках репортажа телеканала Мега ТВ Молдавский МИД предупреждает граждан о нежелательности поездок в Грецию в связи с масштабными пожарами Путешественников из Молдовы, которые все же отправляются в эту страну, просят проявлять бдительность А в экстренных ситуациях обращаться в дипломатическое представительство республики в Афинах Министерство рекомендует нашим соотечественникам быть осторожными при передвижениях в Греции, где продолжают бушевать лесные пожары В случае получения телефонных сообщений о возгораниях в районе, где находятся граждане Молдовы Они должны следовать указаниям местных властей и представителей отелей Отметим, что в Греции объявлено состояние повышенной опасности после того, как на окраине столицы вспыхнули неуправляемые лесные пожары Зарубежные СМИ сообщают, что возгорание было зарегистрировано в воскресенье 11 августа примерно в 35 километрах к северо-востоку от Афин Огонь распространился на дома, магазины и предприятия и в понедельник оказался уже в 15 километрах от Афин Тысячи людей были эвакуированы из города Марафон Власти сообщают, что минимум 15 человек пострадали, а спутниковые снимки показывают, что огнем охвачено почти 10 тысяч гектаров На борьбу с возгораниями привлекли свыше 700 пожарных Задействованы 17 самолетов и 16 вертолетов По меньшей мере, двум спасателям потребовалась медицинская помощь По словам греческих чиновников, местами высота пламени превышала 25 метров Они назвали пожар чрезвычайно опасным, который трудно потушить из-за его распространения в горных районах Согласно спутниковым снимкам Европейского метеорологического спутникового агентства ЕУМЕЦАТ Масштабные пожары видны даже из космоса В Твиттере было опубликовано короткое видео на кадрах, охваченный пламенем район Афин, явно выделяющийся на фоне остальной части страны В понедельник власти Греции обратились за помощью к Европейскому Союзу К борьбе с бушующим огнем уже присоединились спасатели из ряда стран, в том числе из Чехии, Франции, Италии, Испании, Турции, Румынии, Канады и Молдовы Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям объявил, что 20 молдавских пожарных, специализирующихся на борьбе с лесными пожарами, направлены в Грецию По данным метеорологических служб, экстремальные погодные условия прогнозируются в Греции на всю неделю Дым уже окутал некоторые районы Афин, а температура достигла 39 градусов по Цельсию Ситуация усугубляется из-за сильного ветра, порывы которого превышают 50 километров в час На сегодняшний день дипломатическая миссия Республики Молдова не получала никаких просьб о помощи от молдавских граждан, находящихся в этом районе А греческие власти сообщили, что ситуация стабилизируется Рассказали Пятому каналу в пресс-службе Министерства иностранных дел в Кишиневе По данным ведомства, в настоящее время в Греции проживает 5 857 молдаван Продолжение следует...